Приветствую вас и, конечно, по тексту вашего сообщения можно было бы предположить, что вам следовало бы задать свой вопрос в раздел эзотерики, потому что именно эзотерики занимаются тем, что гадают, предсказывают будущее и так далее. Для психологической работы вы предоставили слишком мало информации, чтобы можно было ее как-то бы проанализировать. Потому что вы спрашиваете нас, например, о том, вернется ли к вам муж, но мы этого знать не можем, потому что мы не знаем ни вас, ни вашего мужа, мы не знаем ваших проблем, которые у вас могут быть и так далее. Мы даже не знаем, почему вы расстались, собственно говоря, вообще. То есть как так получилось, что вы расстались, как так получилось, что муж от вас ушел. А ведь это на самом деле очень важный момент, потому что только поняв причину, по которой вы расстались со своим мужем, только поняв основные моменты, которые стали причиной того, что вы расстались со своим мужем, только поняв эти моменты, можно сделать вывод относительно того, вернется ли он к вам или нет. А пока, пока вот ситуация выглядит именно так, можно только гадать. А гадают, к сожалению, к сожалению, именно эзотерики. Но вы все-таки обратились к нам, к психологам. И раз вы обратились к нам, к психологам, то я все-таки постараюсь ответить вам именно как психолог. И насколько это возможно в вашей ситуации вообще. Насколько это позволяет тот объем информации, который вы предоставили нам. Во-первых, для того, чтобы понять, вернется ли к вам ваш муж или нет, для того, чтобы это понять, нужно сначала выделить моменты, из-за которых ваш муж ушел от вас. То есть необходимо сперва разобраться с тем, почему он от вас ушел. Так получилось, что он вас бросил, что он вас оставил и ушел от вас. Что заставило его уйти, какие у него были для этого основания, для того, чтобы уходить от вас. Какие у вас были ссоры, разногласия, споры, может быть, и так далее. То есть все вот эти вот важные моменты нужно обязательно с вами разработать. Нужно их понять, нужно их разобрать, чтобы дать вам объективную оценку того, что произошло. Потом, когда будет ясно, почему вы расстались, можно будет провести анализ ваших ошибок в этом. Анализ именно вашей ответственности в том, что произошло. То есть, что именно вы сделали такого, что ваш муж ушел. Что именно вы сделали, причем совершенно необязательно, да, что это осознанное действие. Вы могли это сделать и не осознанно вы могли сделать это просто потому, что так вам казалось правильно. Вы могли его отдавить от себя просто потому, что другого варианта вы не видели для себя в тот момент, да, когда вы, например, ссорились, когда у вас были проблемы и так далее. То есть, вот, ну и надо разобраться, чтобы понять, что случилось. И дальше необходимо скорректировать ваше отношение к ошибкам, которые вы совершили. То есть, осознаете ли вы, что допустили ошибку? Знаете ли вы, что что-то делали неправильно по отношению к своему мужу? И так далее. И если вы согласитесь с тем, что какие-то вещи вы делали неправильно, какие-то как-то вот вы поступали неверно и можно было бы поступить, например, по-другому, допустим. Если у вас вот это понимание есть, если у вас вот это осознание есть, да, то я полагаю, что то, значит, вы имеете все шансы на то, чтобы своего мужа вернуть, будем честны. Если же по какой-то причине вы посчитаете, что нет, я, например, была права во всем, да, и что я не сделал ничего плохого, то, соответственно, можно говорить о том, что со своим мужем вы, скорее всего, не будете вместе, ну просто потому что его явно не устраивает то, как вот вы себя ведете, то, что вы делаете и так далее. Значит, далее. Следует вопрос, тогда, после вот проработки всех этих моментов, следует вопрос. Считаете ли вы, значит, что вам муж нужен, скажем, для себя? Считаете ли вы, что вы хотите вернуть мужа потому, что вам, ну, например, так удобнее жить, вам, например, так лучше, вам, например, кажется так правильно, вам, например, не хватает его? Если так, то это одно. Тогда, наверное, будет обязательно с вашей потребностной сферой, потому что вы хотите, чтобы он к вам вернулся, вы влезаетесь в том, чтобы он к вам вернулся. А это довольно серьезно, то, соответственно, вполне вероятно, что здесь идет и перенос определенного рода, да, здесь идет и, возможно, какие-то еще негативные проявления. Вашего поведения, ну, то есть, вот, с этим нужно разбираться в любом случае. Есть у вас еще и, конечно, немножечко другие варианты и, на мой взгляд, эти варианты связаны с тем, что вы можете вернуть мужа просто потому, что вы знаете, что он с вами будет счастлив, что ему с вами будет хорошо. Вот, и вы делаете это как бы для него. Вот это вот куда более продуктивная позиция, но для этого, для того, чтобы подобную позицию продвигать, нужно, чтобы вы сами были удовлетворены. Удовлетворены, нужно, чтобы вы сами имели все и не нуждались в своем мужа именно на личностном и психологическом уровне. То есть, любить его, да, это одно, любить его, да, это здорово, но вот, нуждаться в нем и, соответственно, ожидать от него каких-то, например, вещей, это совсем другое. И для вас это является фактом, скорее, скорее, нежелательным, чем положительным здесь, по крайней мере. По крайней мере, вот, в данном случае, в данном контексте, в данном контексте, если мы говорим. Вот, я думаю, что это так. Далее, значит, если вы хотите ему вернуть, то, соответственно, нужно занять такую позицию, при которой вы действительно реально имеете все шансы для того, чтобы его вернуть. Для этого необходимо занять четкую позицию по отношению к мужу. Для этого необходимо выбрать себе модель поведения, хорошую, адекватную по возможности модель поведения, чтобы вы знали, например, как вашему мужу комфортнее, чтобы вы знали, как вашему мужу лучше, чтобы вы знали, как ему будет удобнее, чтобы вы знали, как он будет более расслабленным, да, и уже вот, исходя из этого, с ним общаться, то есть, вновь, выстраивать отношения. Вот так вот вам нужно себя вести, если хотите его вернуть. Но, конечно, самый главный вопрос, который вот есть у меня, к вам, самый главный вопрос, это вопрос такой, зачем вам, чтобы ваш муж к вам возвращался? Вот зачем вам это? Для чего вам его возвращение, что оно вам должно дать? Его возврат. Понимаете, в самом желании его вернуть, в самом желании его возвратить, а нет ничего плохого, вопрос в другом, что вы вкладываете в это именно для себя? В зависимости от этого уже можно и отталкиваться. В зависимости от этого уже можно смотреть, как и что вы вкладываете в понятие своего мужа, как и что вы понимаете под, например, любовью, да, как и что вы, например, понимаете под, значит, отношениями и так далее. То есть вот это все, это все, довольно важный момент, если мы хотим понять, что происходит с вами и что происходит с вашим мужем. Если мы хотим прямо разобраться вот в этих вот аспектах, я полагаю, что это необходимо разбирать и ваше поведение, и его поведение и так далее. Но я рекомендую вам быть обязательно готовы к тому, что он к вам, может быть, и не вернется, и вам тогда придется искать другие варианты, другие, другие возможности для проявления, так сказать, собственной активности, да, вот, именно для проявления, так сказать, собственной значимости, да, можно вот так вот выразиться. То есть вам нужно быть готовы обязательно к тому, что мужа вы вернуть не сможете. Как бы это неприятно не звучало. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Ну и не забывайте о том, что если вы хотите погадать, то все-таки вам нужно обратиться именно к эзотерикам. Всего вам доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!